добрый день дорогие друзья сегодня хочу коснуться такой темы как аллергии всевозможные аллергические проявления рассказать об их причинах и а соответственно о том как убирать их как лечить теме болезни в школе здорового мы посвятим целый вебинар рекомендую его посмотреть оставляю ссылочку в описании под этим видео самом деле все гораздо проще хоть у нас аллергологи этого не знают но тем не менее это так что причиной любой аллергии является грязный кишечник именно грязный кишечник создает вот эти аллергические реакции в чем это аллергические реакции могут быть совершенно разного типа это может быть какой-нибудь там диатез у маленьких детей это может быть реакция на солнце аллергическая реакция на солнце может быть аллергия на холод это может быть какой-нибудь псориаз это может быть ревматоидный полиартрит и так далее так далее так далее все эти реакции все эти заболевания объединены тем что реализуются в нашем теле через аллергическую реакцию аллергическая реакция всегда имеет причины грязный кишечник именно поэтому и убираются эти проявления именно чисткой кишечника вплоть до того что вот я уже много раз рассказывал что если женщина рождает ребенка где-нибудь там в 19-20 лет то вероятность того что у него будет диатез очень очень небольшая а если она рождает ребенка в 36 там 40 лет то вероятность того что у ребенка будет диатез ну процентов 95 примерно так почему а потому что женщина к этому возрасту уже сама загрязнилась да ребенок растет и увеличивается и все 9 месяцев находится в матке вот матки вы знаете существует такой период как месячные да то есть для чего выводится месячная кровь во время соответствующих фаз цикла женского а потому что с ней выводится грязь с ней выводятся токсины а во время беременности накопление вот этих токсинов в полости матки остается продолжается а выведение этого нет месячных во время беременности не бывает ребенок фактически растет в самом грязном месте у женщин и естественно что чем женщина моложе тем меньше она еще сама загрязнилась и тем меньше у нее грязи выходят с месячными а чем женщина старше тем больше у нее собственные загрязнения и соответственно ребенок растет все девять месяцев самом грязном месте так она есть даже подтверждением косвенным конечно подтверждением это является то что вы знаете что во многих религиях даже во время месячных женщинам нельзя запрещено ходить в церковь заходить в церковь почему потому что считается что это грязные дни так она по сути дела есть потому что смещено и выделяется вся грязь который за эти 28 дней накопилась в организме женщины так и есть поэтому и дети которые находятся в таких условиях 9 месяцев как правило у них тоже будут аллергические проявления вот это лишний раз доказывает то что аллергия проявление грязи грязи в кишечнике в первую очередь как соответственно убрать эту проблему нужно почистить кишечник чистить кишечник можно разными способами совершенно да вот я обычно рекомендую самый простой способ это раз в неделю прием сорбента и на следующий день клизма то есть тонкая кишка чистится сорбентом а толстая кишка клизмой сорбент принимается один раз в день то есть один раз в неделю на один прием суточная вся суточная доза сорбента каким вы будете пользоваться это ваше дело их сейчас много в аптеках продается не принципиально может быть что вы будете брать не должен быть сорбент суточная доза на один прием если вы берете уголь активированный там размер таблетки 0 25 а соответственно пол таблетки на килограмм веса рассчитывайте таким образом то есть если вы вести 100 килограмм вам нужно принимать 50 таблеток угля активирован за один раз за один прием только с любой сорбент запивается большим количеством воды именно воды ни в коем случае не чая не соки ничего именно вода почему потому что все остальное воспринимается как пища а пища которая воспринимается сорбентом она связывается этим сорбент после того сорбент и нужно чтобы на себя связывать все с чему столкнется именно поэтому пища должна приниматься за три часа до сорбента или три часа позже сорбента то есть никак не вместе с ним чтобы он на себя связывал не то с чем вы его будете употреблять а то с чему столкнется вашей кишке то есть он должен почистить вашу кишку этого тонкая кишка чистится сорбентом а толстая чистится клизмой на следующий день после того как выпили сорбент вам нужно прочистить тонну толстую кишку клизмы делаются такие очищения один раз в неделю но сколько недель это уже надо смотреть кому-то хватает месяца кому-то 2 кому-то 3 некоторым даже 4 бывает нужно поэтому вы рассмотрите сами в зависимости от того какая аллергия контролирует аллергический процесс как только перестанет аллергия появляться все значит вы почистили кишечник этого вполне достаточно вот дорогие друзья что такое аллергии аллергические реакции от чего они возникают и как совершенно несложно на самом деле даже без всяких аллергических препаратов а тем более без походов к аллергологам все это легко можно вылечить благодарю вас всего доброго если вам было полезно это видео я прошу вас поставить лайк потому что тогда и другие люди смогут его больше видеть а также подписывайтесь на канал я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья